так все я в эфире как написано так чаще здравствуйте друзья мы с денисом начинаем эфир гран-при 4 это канал f1 стелсики скорости f1 да ребят всем привет сегодня мы обсуждаем начало можно сказать точнее нет прошли у нас две гонки подряд на трассе шпильберге гонки были обе что интересные поэтому сейчас вы можете задать также вопросы в чат на них ответим будем рассуждать на разные темы потому что по-настоящему есть что обсудить так у нас тут вот еще до стримая совсем при атаку нас надежда все станислав и денис добрый вечер хочется услышать ваше мнение выступление шварцмана отлично в первый день неудачного второй день что я могу сказать по этому поводу роберт шварцман по-настоящему просто замечательно пилотиров первый день честно говоря когда сошел один из лидеров формуле 2 я честно говоря не помню кто я уже понял так ага то что там первое ехал матюши то ему надо было бокс я уже понимал то что он заедет на подиум но перед его ехал джоу и вот тут я уже думаю ну все сложно тоже джоу по настоящему его уже чуть ли не отправляют в формула 1 но роберт шварцман не растерялся и провел замечательный обгон и вроде как надо было заезжать в боксы одному из лидеров цунода на базе же боксы но почему-то у него были проблемы с радио они он в боксе заехал гораздо позже в итоге когда выехал роберт шварцман то есть когда выезжал из бокса в цунода шварцман был первый вроде как отлично но три секунды этот отрыв у роберта просто все меньше и меньше становился с такой чувства с каждым поворотом поэтому но роберт не растерялся когда он уже был по прессинговцу но да и больше чем на 7000 он не подобрался поэтому роберт шварцман не растерялся молодец и была замечательная победа что касается второй день то там я бы сказал но не повезло потому что да он там ошибся была блокировка права колеса переднего но дальше маленький контакт цунода и в итоге вот чем минус болида формула и формула 3 то что они если разворот то вероятность то что они поедут очень мало то что заглохнут очень велика что можете сказать вы по этому поводу один из тебе в чате нам вернее дмитрий написал флязин привет дмитрий мы тебя приветствуем что касается роберт шварцмана я честно скажу что я гонку не смотрел но судя по обзорам от вчерашнего он большому молодец потому что выиграть все достаточно сложно было и он один за одним проходил своих наперников это вообще я считаю что уж варцмана вот из эти тройки мазепин и это кто нас маркелов вот у шварцмана очень хорошие шансы попасть ближайшие два года формула 1 и так как он начал как сезон просто браво просто браво просто вчера молодец да особенно приятно было подиум шикарный и плюс вот русский гимн русский флаг то есть русским в войне приятнее да но все-таки очень прикольно да во второй гонке воскресла чуть-чуть и повезло но ничего все приди и стоит как он сейчас является лидером чемпионата то есть личном зачете дальше дмитрий у нас записал квят первые очки ну квят первые очки то здесь десятое место один балл он набрал но сказать что этот балл был такой прям приятный то что прям вот когда у него было рвение как мы знаем а тут такое чувство да он там прошел по моему кого-то из гонщиков честно говоря не помню но мне кажется угасли честно говоря на первом и втором этапе рвение было побольше именно заработать эти очки плюс квалификация квалификации 20 в пользу пьера это еще хуже то есть поэтому честно говоря квят может быть пока что после вот этого длинного карантин длинный паузу может быть пока что еще не вошел вот в чемпионат скажем так но мне понравилось деле я побил своего напарника который ехал с первых рядов в отличие от даниила дал не неудачно провел квалификацию однако же он молодец в том плане что очень стабильно ехал обошел напарника прямо на трассе хотя это не показали но и первое очко знаешь форма альфа таури в начале сезона оставляет желать лучшего там подиуме даже и не пахнет поэтому позади их поселит только уильямс и ахации и значит альфа таури то есть это наша занимает наши гонщики ну должны занимать гонщики альфа таури то примерно там 13-14 поэтому то что они в очки пробивается то есть даниил более стабильно гонку да больно больше просто машина не позволяла да еще что мужская в принципе да все правильно сказали мне добавить нечего дальше у меня у вас в чате что-нибудь написано или нет просто нет есть вопрос можем с нему начать да давай вот закончим уже у меня в чате надежду да как вам рвение к подиуму мика шумахера переоценил силы в плане нет силы конечно думали сейчас он порвет в одну калиточку шварцвана да было такое мнение достаточно многих но сейчас получает честно говоря немного наоборот до первой гонке на первом этапе мик шумахер по скорости был я считаю получше чем роберт но в итоге роберт на подиуме миг в итоге там он ошибся по гравию то есть а так его второй сезон и до рвение у него было к подиуму но до ворвение недостаточно надо стабильности надо холоднокровия которая была у шварцвана но у шумахера пока что где-то чего-то не хватает согласен с тобой денис и до шуми мику не хватает стабильности мне все таки кажется несмотря на громкую фамилию пока что по этим двум этапам можно судить что шварцман получше своего напарника едет однозначно до навыки в принципе хорошо ехал не очень нравилось вот а здесь вообще как бы я скажу что так как он возглавил чемпионат он же намного ярче о себе заявил и действительно умеет как пока что не то что кроме фамилии но ему пока что сложновато наверное пока что шварцман на голову сильнее выглядит его но как будет еще сезон давайте поживем и видим не хочу просто так знаете чисто как бы из-за патриотизма там кричать но по езде и по уму так как проводит в гонке шварцман он мне кажется шансы больше имеет и пока что мика шумахера значит выигрывает у него в этой вот в общей ну как бы в общей борьбе их как напарников теперь денис если тебе нечего продолжить может ничего то можем почитать ребята написали вопрос мне в чате дмитрий флязин нам опять написал только у меня в чате как вам ferrari дмитрий ну что так про ferrari значит и во первых леклер уже признал свою вину извинился перед командой извинился перед сеттелем поэтому ну на самом деле ситуация не очень хорошая учитывая их проблема в принципе да еще вот себе как сказать себе так вот палки в колеса ставить но так получилось на торможение может быть не рассчитал вот сам подломил заднее крыло феттелю себе разбил днище и в итоге два схода ну ужасно конечно провал ferrari в этом сезоне если что им нечего ловить ни в этом сезоне не в следующем меня и одна надежда 22 год но здесь какого-то нету зла как было в бразилии да вот этого тлеющего тут все понятно поэтому никто в принципе не психует не обижается и значит ferrari ну не жаль что у них такая форма в этом году и mercedes продолжит в этом и следующем году продолжит доминировать денис тебе слово по поводу инцидента двух ferrari ну на самом деле для клэр ошибся но он конечно это делал не умышлен то есть не специально я больше сказал в том году в бразилии феттель тот же я как-то с такой злостью а тут я считаю микс забыл и клэр просто ошибся то есть еще молот второй сезон третий сезон формуле-1 еще может где-то опыта не хватает ошибся а так что могу сказать в принципе про форму ferrari это конечно сейчас такое чувство они не то что как говорили наравне с рейсинг-поинтом по первой свободной практике на первом этапе они даже ниже и не то что на уровне макларена не на уровне рано которые сейчас я считаю своими результатами нас удивляют да понятно то что тут сход был на той неделе у даниэля рекердона этой стабана кона но я считаю все равно форма что касается болида улучши получше поэтому фрари разочаровывает своих фанатов и вообще я считаю фанатов формула-1 да вот реклер ты говоришь по неопытности но понимаешь горячность первого круга она всегда когда у всех адреналин в крови и все рискуют в чем-то может толпа большая действует безрассудно но здесь он слишком конечно оптимистично может быть нет не дотормозил его вина но она не такая как бы это злого умысла я считаю что не было просто идет к сожалению вот так вот получилось что мы получили такой вот расклад при котором обе феррари сошли к сожалению с другой стороны и в квалификации 10 и 14 место даже ничего не сулили хорошего а что касается их борьбы с рейсинг поинтом из с второй команды но и виду маклара то к сожалению здесь еще много над чем им предстоит работать но мы надеемся что венгрии будет повеселее и соответственно они должны уже как бы взяться все-таки за дело они но на самом деле и переста даже red bull албана подпирал поэтому как бы возможно рейсинг поэт по потенциалу вообще вторая команда единственное что ну третье пускай будет да единственное что red bull очень круто круто значит на red bull и едет макс ферстаппин но у рейсинг поинта была плохая квалификация соответственно результаты вы все видели но перес конечно прошивал сквозь пелетон как шила сквозь пелетон поэтому переходим к следующему вопросу или денис ты еще что-то хотел сказать да нет принципе дальше у меня в чате тут мистера джуниор написал дубль у мерса ну дубль у мерседеса я считаю у хэмилтон то что выиграет сказать что для меня прям какая-то сенсация произошла нет но у ферстаппина в конце как я помню были проблемы с болидом и его прошел боттас да плюс пидстопа проводил второй пидстоп проводил макс ферстаппин поэтому сказать что прям мерседес это вырвали то нет да хэмилтон и боттас неплохо пилотировали но то есть хорошо пилотировали неплохо но не больше да на самом деле что касается мерседесов то здесь во первых вы все на видео трансляции видели что у макса ферстаппина было отломано с правой стороны переднего антикрыла кусочек что могло повлиять на прижимную силу и в принципе на скорость боли до во вторых все-таки макс заехал на помнишь сколько там 5-7 кругов раньше чем вот боясь что сделают андеркат и к сожалению из-за этого получилось что у боттаса были шины посвежее и у него хватило как бы силы ну и мерс принципе он как и был на ну не на голову на полголовы в прошлом году ferrari выше и red bull так и остается поэтому здесь ничего не удивительного другое дело что у red bull а ой простите у мерседеса были часто возникали проблемы значит на этой трассе но в этом году как это более менее видимо все нормально там с охлаждением с коробкой передач и так далее вот поэтому как вот так наверное мистер джуниор пишет тарасл красава ну да красава вчера в квалификации хорошо и здесь как бы атаковал старался он по крайней мере еще в прошлом году для меня было очевидно что несмотря на слабую слабую форму вылился он едет достаточно круто да тем более квалифицировался 12 но потом штрафу ли калера три позиции если я не ошибаюсь и стартовать единственным на вилимсе и тут то есть я бы сказал квалификация именно в квалификацию просто замечательную да дождь ему в помощь просто шикарно то есть если взять того же латифи он не квалифицировался 12 поэтому латифи и дождь это всегда это сложное условие поэтому всегда гонщики которые круто если дождь типа льюиса макса ферстаппина вот рассела мне показывает свое мастерство дождь это очень сложная фигня да плюс вот таким командам как вильямс хас она идет на пользу правда у хаса гаража не приехал ни одного круга и спит лена ну то есть я считаю поняли дальше у меня тут макс жирков привет привет максим когда обзор обзор я выпущу скорее всего завтра потому что я очень хорошо взял обзором на гонки формулы 2 плюс формулы 3 формулы 1 поэтому обзор выйдет пока что только завтра ну считаю можно подождать да макс если ты конечно не имеешь ввиду когда обзор а совместный наш денисом дату мой обзор тоже выйдет либо сегодня либо завтра вот поэтому как бы ну ждите сегодня завтра будет обзор а с денисом обзор оперативно нам тяжело сделать потому что мы оба монтируем отдельно и нужно куски как-то записывается друг для друга но мы подумаем в общем может быть когда-нибудь на расслабоне у нас это получится вот сделать обсудить какие-то два момента и значит в это все впихнуть обзор слишком большой получится это очень много работ с точки зрения монтажа верст и выкладывание опять же поэтому наш обзор это по сути совместно это вот этот вот стрим который мы сейчас проводим да александр написал нет одиночку но одиночный завтра или сегодня также александр написал норрис 5 а достойно сегодня я считаю подиума нет подиума сегодня норрис конечно прям достойно пилотировал неплохо ну то что подиума прямо мне понравилось как пилотировал тот же строл и перес а так уж прямо сразу подиум нет но 5 место вообще-то 10 очков и когда норрис только дебютировал никто не думал то что у него такие вообще результаты будут никто об этом даже не задумывался а сейчас все идет у норриса и устроил ой норриса да и устроила в принципе за счет хорошей команды хорошего болида у racing point и сайта то что он окажется уже в следующем году ferrari то есть все идет отлично перескать что в квалификации 17 место это не очень да говорит сейчас я перебила я хотел про норриса сказать что он все равно красавчик как их вот он когда едет меня одно слово красавчик не знаю молодец и что и прошлой гонку что это но тут он сам накосячил три позиции получил вот шестым квалифицировался шансы были но макларен вообще запоролить и пидстопы если ты заметил и сайнсу 7 секунд и норрису 11 но вот этих двух гонках за очевидно одно что у норриса темп по моему лучше сейчас чем у сайнса в гонке ну честно говоря у норриса лучше темп чем у сайнса ненамного и что могу еще сказать то что до 11 7 да я обратил внимание пидстопы вроде все формула 2 формула 3 удивлялась как так пидстопы они честно говоря плохие проводят но сегодня это было и формуле 1 то есть я что макларен стоит провести беседу я считаю с механиками кто отменяет колеса и потому что это не делаешь потерять на ровном месте около 70 секунд это ну я считаю достаточно плохо но несмотря на то что макс верстаппин в конце один тоже свежие шины он ехал к сожалению попал хвост плотного трафика и так и у него не получилось поставить лучший круг поэтому не всегда вот этот вот лишний пидстоп как бы оправдывается а вот сайнс не зря съездил за шинами и сайнс поставил лучший круг 1 0 5 619 карл сайнс своим 2 2 баллам еще добавил один третий балл за лучший круг поэтому у нас так интересно получилось что за первых два этапа гран-при австрии гран-при штири в шпильберге оба раза макларена показывали лучший круг в гонке прошлый раз норрис в этот сайнс вот такая вот интересная статистика друзья у меня есть вопрос от ивана романова он пишет рано снова сход дарман извините иван да иван значит вопрос в том что на прошлом на прошлой неделе был отказ у команды с и даниэлем рекорд у команды рено а сейчас у нас отказ получается у окона проблемы с охлаждением то есть перегрев я так понимаю мотора но это проблемы я думаю что никто от них не застрахован но да у рено надежность конечно хромает им нужно что-то делать как сказал алонсо нужно уже двадцать второму году готовится и забить на эти два сезона по большому счету потому что надо готовить двадцать второму году такую машину вкладывать вещь а чтобы она могла конкурировать за подиум из первых гонок двадцать второго года да то есть полностью согласен дальше у меня смотрел тут как раз таки в чате задали вопроса написали то что маркелов финишировал не может быть маркелов финишировал дай и стрессов если вы смотрели то есть я могу сказать то что было то есть в итоге прошло четыре гонки формуле 2 ну как формуле 3 и в итоге финишировал маркелов только один раз то есть из четырех гонок один раз финишировал и это реально уже как смех вызывает ты знаешь как бы несмотря на то что я раньше трое наших ребят участвует реально когда я видел шмар шварцмана прошлом году в сочи я понял что этот чел реально будет валить везде и даже не побоялся что его напарником будет миг шумахер и честно скажу что наибольшие шансы вот по чесноку выйти в первую только шварцмана вот это но чисто мое мнение чисто субъективное но это на самом деле так согласись не мазепин не маркелов пока что не обладают такой скоростью мне кажется таким упорством такой рассудительной головой как умный гонщик шварцман шварцман и так понимаю посвятил свою победу отцу который вот недавно ушел к сожалению вот это для него тяжелое потрясение он повзрослел и вот это его заставило стать еще более мудрым человеками гонщика в том числе да правильно вы все сказали это он специально шлеме сделал то есть там надпись сердечко и папа ну молодец и это я считаю дает наоборот так я честно говоря боялся то что ты наоборот его сломает то случайно все наоборот он наоборот показывает результаты еще лучше дальше у меня вот тут вопрос ребята как вам сегодня мазепин ну что касается мазепина то мазепин сегодня заработал свое первое очко финишировал 8 воскресной гонки в принципе неплохо пилотирует с прошлым годом я считаю он уже получше ну молодец то есть вот в иерархии мы первого ждем шварцман который должен попасть формула 1 потом мазепина то маркела вот это мой топ-3 вот из всех как как я болею и как бы скажем по результатам я просто я смотрю кости на гонке но к сожалению просто столько времени чтобы смотреть еще формула 2 форму 3 а то что я вижу то что я читаю то есть как вот не такие вот выводы дают сделать дальше здесь я хотел бы знать о чем поговорить вот смотри вопросы пускай там накапливаются ребята пишите нам конечно но смотри вот потас потасу тяжелее тягаться было вчера же под дождем силюет сам согласить и получается вытянуть реально он сегодня гонку выиграть ее в принципе не смог вот как ты считаешь как какая тенденция сейчас пойдет хэмилтон опять начнет полу бомбить и штамповать победы вот либо бота все-таки соберется и к венгрии возьмет реванш потому что реально уже честно скажу я на ферстаппина не надеюсь потому что их форма оставляет рыбула имеют оставляет желать лучшего и только у нас бота сможет попадаться с хэмилтон как ты считаешь что будет венгрии потому что если нет штрафов и каких-то костяков с точки зрения хэмилтона то ему принципе никто не мешает он спокойно вывода дел до доводит победу до конца победа гонку вернее до победы до что могу сказать нет хэмилтон опытный гонщик 2008 год он уже опытный он уже все понимает после первого гонки он понял то что надо входить вам вошел форму mercedes форма болит отлично поэтому сейчас мне кажется особенно какую квалификацию я считаю шикарный круг показал просто хэмилтон это круто было да поэтому я считаю сейчас вот так вот просто пойдут у него как по шутку пальца пол и победы честно говоря мне так кажется потому что мы получим достаточно скучный сезон опять да нет скучный сезон они как получил две гонки и две гонки я считаю были прикольными честно говоря да второй этап чуть поскучнее но что касается внешних на той неделе не было ни дождя ничего это пошел офигенный а тут у нас дождь и уже интересно плане и свободу практику 3 отменили и тут вообще много всего было если бы дождь был гонки я думаю что было бы круче интереснее как по мне да ну честно говоря вот как раз тогда было вот это вот проводили гонку там формулы 3 и когда смолер в итоге сказал я ничего не видел я просто ехал как вот прям по памяти трасс то есть на самом деле это могло закончиться фигуры ну что-то это гран-при стерео напоминает нам прошлогоднюю мони мансу а сузуку гран-при японии то нет не на самом деле я боялся что что тем более формула 3 младшей серии где-то больше этих всех аварий заминок я боялся не произошло бы как 2014 на той же сузуки потому что видимость была отвратительная там вот это вот один из что касается видимости ты ну как бы прав то есть очень сложно гонять жизни для нашей вернее для не для болельщиков для гонщиков вот но мы всегда переживаем надеемся что все будет в порядке дальше я хотел бы поговорить с тобой вот вопросы если есть мы чуть-чуть отложим мне просто хотелось пройтись по протоколу и чтобы ничего не упустить я хотел бы еще на какой момент застрить вот смотри спидстопом макс верстаппин оторвался от элбана а на один секунд ну то есть у элбан был один стоп у макса 2 то есть по сути это полминуты за за целую гонку вот я не знаю согласитесь или ты со мной но мне кажется что все таки все таки редбулу не хватает такого пилота как рик ярда потому что албан допросит меня саня саня албан да но не получается у него держать темп макса и там держаться где-то в одной двух десятых но на самом деле это все хорошо что что они там вас выстрелили значит по принцип многих прошлых там команд вокруг ферстаппина но не вот такой пилот который не может условно говоря от эндерката защитить подстраховать если макс там сошел или там какие-то у него проблемы в гонке я считаю что вот пара ферстаппин рик ярда была лучшей была великолепна и они друг друга как-то дополняли и принципе рик ярда нормально всегда ехал для того чтобы и обмак сопережал часто и зачастую мог как бы взять все свои руки и темп у него был достаточно хорош так вот элбан не знаю не лучше был он не лучше чем едет чем ехать как мне кажется гасли не лучше бы ехал чем бы ехал квят и не кажется ли тебе что приглашение феттеля все-таки было бы логичной штукой для команды такой как редбул а если она хочет реально выиграть выигрывать не только там не только чемпионаты но и кубки конструкт потому что если брать даже вот условно дать машины одинаковые паре мерседесов поля редбул то элбан будет слабым земном более кубок конструкторов любом случае достанется мерседесу честно говоря что могу сказать про именно рик ярда то как по мне рик ярда он лучше ферстаппин а этот ферстаппин пока я чувствую вот мне у меня такое мнение что когда какой-либо пилот любой станет чемпионом мира такое чувство он становится ну как-то мудрее что ли поэтому ферстаппин вот его вот эти вот они наоборот вот это вот их не злость даже где-то местами как вот в баку 2018 года ненависть друг другу а вот реально как вы правильно сказали так 2018 или в 2017 году не перепутим по 2018 наполнял наполняла их и поэтому они тогда были я считаю пилотировали то хорошо на результат а вот эти контакты столкновения не было и конечно да албан сейчас похуже смотрится человек ярда я считаю рик ярдовую не хуже смотрелся чем тот же ферстаппин на том же рад боли прямо сейчас ну а что касается пилотированию именно что позволяет болит я сейчас считаю у радбула чуть похуже сейчас все идет урана наоборот получше и рик ярда пилотирует свою машину если забыть вот про эти все результаты там если он восьмой а ферстаппин третий значит ферстаппин лучше нет рик ярда сейчас наоборот лучше я считаю пилотирует свой болит да это понятно я все сказал тогда я понимаю это просто здесь как бы понятно что форма болит но далеко и так как у радбула но смысл такой что самое глади похуже мрсаде цена смотри вначале первой гонки боролся с ними за лидерство там за победу тут он пытался навязать им борьбу он несмотря на то что это был не самый крутой он пытается навязать дачу то его просто отпускает вот все если бы перес там не перестарался то в принципе согласись что переса была возможность обойти албана и и саня был бы у нас пятом а это как бы ну это гости уровень прошлого года поэтому я не вижу здесь ничего я думаю что марка так спокойно говорить что да 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 про понятно что не максу там дует в одно место но с другой стороны на таком вот когда максы никто подгонять не будет тоже долго не выйдешь да есть он будет отставать по полминуты то в чем хваленность вот они говорят элбан элбан как и гости по моему пора уже там давать это шанс квяту я считаю как ты считаешь денис квяту мне кажется сейчас если квят он немножко такой вот у него такая немного обороны нет у него внутри осталось то что в том году им выбрали имена албана они его повышение в радбул это вот его расстроило и сейчас ли его по в радбул то он наоборот так вот немного раскрылится и может быть пойдут подиумы да понятно что мерседесами мне кажется бороться будет если там без всяких технических проблем невозможно но не знаю как по мне если албана кассе или квята в радбул то мало чего изменится да может так я будет получше но гасли и албан будут на уровне и лучше не будет хорошо давайте поотвечаем на вопросы сейчас потом перейдем к другой к следующей паре следующей теме вот если у тебя есть вопросы зачитывать и первые я потом свои зачитаю так окей давайте сейчас я считаю просто вопрос то на самом деле смотрю с телефона потому что с ноутбука у меня тут картинка одна есть так ладно вопросики значит я не помню где закончили мы видео у нас спрашивали и еще а вовсе нашел так закончилось по моему на мазепине мы отвечали как сегодня выступил мазепин вот и и на этом к разок от марина денисность как как вы считаете шварцман когда будет участвовать в f1 ну во первых я хочу сказать неплохо было все хоть когда-то мне выступать но мне кажется в 2020 так первому году или в 2022 какими завершит карьеру он скорее всего это будет 2020 сад и горле ким станет последний уйдет можно сказать легенда по-настоящему автоспорте не только формуле-1 но тогда уже если шварцман будет показать такие же результаты громить этого мика шумахера то уходится следующего года главное подобраться опыта и все будет отличное считаю для него знаете вы хотите услышать конечно мое мнение скромная дата это ближайшие два года хотелось бы чтобы в следующем но денис меня вот этим вопросом натолкнули на значит ну немножко мин толкнули на такую тему которая хотел чуть попозже затронуть это коснуться конца пелетона ну значит смотри кими вместе с конца я считаю что это но тупость какая-то да ну именно в конце пелетона еще там год-два-три поэтому я думаю процентов на 80 что он завершит карьеру в этом году что касается g1 cd пиво сам выглянул на самом деле потому что очевидно что условно говоря уходящего уже поколения райканина он и вот так не может раскусить и райканин всегда в гоночном темпе что продемонстрировала и эта гонка и в квалификациях лучше и в гонках стабильнее вы как бы выигрывает то есть талант леклера мы видели когда он размазал маркуса эриксона грубо говоря его не побоялись искали взять ferrari условно говоря да то здесь вот g12 там чтобы у кого-то взяли мне кажется нужно в любом случае я надеюсь что шварцмана на одно из этих мест либо на райками либо на 12 возьму следующем году это мое предположение если шварцман постарается продолжит в таком же ключе те выступления которые у него начались вот в этом году то будет хорошим вариантом но может быть хаттам задумается ну то есть реально такие вот места там условно говоря около призовой десятки да это лучше отдавать вид наши жена цена с жене таланта однозначно лучше давать молодежи которые будут стараться как раз из всех сил и это будет интересно по крайней мере я считаю что нужно давать не мику шумахеру а нашему роберту да можно . попробовать я считаю вот еще через несколько этапов наглядно еще лучше будет видно про что касается мика ой ну и мика шумахера в том числе и того же джоу и айлота вот этих всех кто формуле 2 и роберта в том числе конечно же обязательно роберт шварцман так что у нас дальше было надежда писала что прокомментируете о гонке смоллера ну так как вот с вами особо некогда смотреть на самом деле понятно что фор еще младший серий на я что могу сказать вкратце он сошел свои первые гонки в субботу воскресенье он в принципе на понедельник завидимости видео сплакает и тут особо я считаю судить строго не надо воскресенье он отыграл 9 позиций но там исходы были но в общем пока что еще очень сложно сказать вроде свободой практики да и в квалификации вроде темп есть в гонке нет как что этап тут вышел такой скомканный поэтому мне кажется к следующему этапу или поза следующим будет все еще наглядно видно и в том числе и смоллера я зачитаю вопросы своего чемпиата если денис можно то перес нормальный результат иван если бы он не запорол концовку то конечно нормальный результат был бы но в принципе его можно назвать гонщиком дня по справедливости потому что он реально там с конца пелетона прорвался чуть ли не до четвертого места но смазанная концовка в этом его вина его помните как сироткина у него бывает такой когда он долго висит на хвосте у него нервы уже не выдерживают это желание обогнать мне кажется что лучше было стабильно оставить с собой пятое место чем отдать его норрису и еще на шестьдесят шесть тысячных только финишировать впереди своего напарника иван романов смеется со слова саня но я так называю саню албана албана не знаешь это буква это в английском то есть как у нас правильно по русски алекс албан или алекс албан ну да александр саня по-русски но мы можем так всех плотов на русский фернанда лонце федя вали валтери ботас валера льюис хэмлистон люся ну и так себастьян сева русская села русское имя вот ну и так давай антонио дживинац антон так далее то есть как будто до бесконечности кефир два вопроса станислав вы поедете на гран-при россии знаете учитывая эпидемиологическую ситуацию я к сожалению не точно не поеду в этом году но если все будет нормально не будет вот этих вирусов то возможно в ближайшие там год-два возможно я посещу гран-при сочи а еще такое пошла вот моменты артем кефир второй вопрос могут ли отменить гран-при венгрии типа что там строгие но денис ты слышал наверняка строгие вот эти вот все ввели ограничения и типа давайте 3 5 проведем в венгрии но более в австрии но это глупость мне кажется не хотелось бы чтобы отменили потому что в австрии мне кажется конкретно уже вот второй гонкой закрыли все вопросы и третью проводить здесь уже немножко не скучно будет она хорошая трасса но венгрии во первых интересно с точки зрения до трасса необгонная но это другая конферат в конфигурация это медленные повороты и соответственно намного будет интереснее посмотреть расклад сил может быть ferrari оживиться может быть макс больше более плотную борьбу на вяжет мэрсом посмотрим поэтому я не хотел чтобы вот меняли тем более более за то что на гран-при венгрии я был какая трасса унылая скучная не было она конечно мне близко вот потому что я там ходил своими ногами вдоль и поперек это было на самом деле было интересно да ну а что я могу сказать гран-при россии я в принципе правильно потому что таки опасность есть и лучше не раскрывать гонки никто не ответит на мне это касается к моему городу ближе даже санкт-петербург интересно на трассе которую мы вообще можно сказать не видели и там тоже приходят разные гонки а что касается гран-при венгрии честно говоря мне кажется отменять конечно вот так вот в течение по течению сезона то есть течение сезона глупо но возможно я этому честно говоря скажу что прям удивлюсь удивлюсь нет так дальше вот мой вопрос у меня не все обсудили иван написал полистайте ленту новостей f1 и обсудите их в принципе у нас сейчас вы вопросы задаете сейчас если время останется может быть до полистаем дальше никита написал у меня такой вопрос как с вами провести стрим совместно ну то как помню совместно это такой вопрос не знаю даже давайте танислав я даже вам дам чтобы вы первое ответили стрим совместно но я думаю что это возможно но технически тоже будет было когда уже нас будет трое тоже надо как-то соединяться я не знаю честно говоря как технически это реализовать ну и во вторых как бы нам нужно какие-то иметь с вами общее скажем интерес и позиции ну и как скажем так просто там подружиться до для того чтобы это возможно было в будущем но мне кажется что пока что рановато об этом говорить потому что нужно это все организовать и не будет ли слишком громоздко когда будет уже три скажем участника и как это реализовать технически я честно говоря не знаю поэтому как-то так отвечу до прессу не добавить нечего до плюс но технически тут в принципе особо нет в том же выбери может утром но тут конечно надо правильно какой ускор подружиться так со всеми то есть за подряд будь ну вообще можно тем более того два человека и что один человек это как-то скучно и устаешь два человека это как раз нормально три уже посложнее то есть читать один вопрос обсуждать 10 минут ну может быть мы этот контакт возьмемся этот вопрос на галочку на заметочку так карте он писал как вам гонка по десятибалльной шкале ну на семерочку на семерочку да это же оцениваю 6 7 предсказуемо льюис квалификация предсказуемо льюис гонка поэтому баллов 6 бы я поставил потому что в отличие от прошлой гонки здесь квалификация скорее всего на баллов 9 10 ну за исключением конечно пола льюиса так на 9 вот гонка на на 6 баллов поставлю за из-за из-за интересной борьбы в средине пелетона дальше тут еще несколько этапов пройдут да я сейчас вот все не свой мир 9 этап будет после монции будет муджелла если я не ошибаюсь тоже интересная трасса в италии если кто не знает после италии будет 25-27 сентября если я не ошибаюсь гран-при россии после россии там вот в октябре проведут три гонки это на великой трассе и моло это в италии как-то странно марин сан-марина сан-марина и марина это просто картиковое государство которое там входит состав грубо говоря италии там потери реально поэтому по сути это второй гран-при италии и день съездить извини перебьют три гонки в октябре хоккенхайм сан-марина и в португалии до портимау или как она называется португалии портимау новая трасса вроде хоккенхайм ринг где гран-при германии непонятно почему не допустим тоже нюрнбург ринг не могут опять же восстановить там же классная трасса denis я не знаю застал ты или нет но в году наверно седьмом восьмом еще она была даже может позже может когда же в начале десятых она была вот нюрнбург ринг могли бы договориться тоже классная трасса на все это классическая трасса формула-1 там условно говоря наравне с звукой там всем же хоккенхайм с тем же сильверстоуном а что касается сан-марина я честно говоря я еще понимаешь детства еще в эти игры играл и сан-марина ну она тоже транса сложная необгонная но как из некоторые классические трассы на очень интересно я хочу чтобы сан-марина состоялась его там маникурте тот же классно был бы блин вообще классно что не к старым трассам возвращается я честно говоря очень-очень рад да особенно и моло но конечно там и другим напоминает вообще классно хоть она такая тоже не не обгонные сложный маникур но вот эти все конфигурации которые старые это просто конфетка тем более главное чтоб не сделали никакую реконструкцию это форма 1 да этот бред не надо и почему мне дополнительно интересно также выступали 1996 вот эти все болиды а тут новые болиды на том фоне вот особенно как-то интересно это все будет смотреться так поэтому я считаю очень интересно то что вы сказали даже название застать нет я только когда она закончила где-то 2005-2006 год вот так вот уже не стало могу ошибиться вот этих года плюс трасса легендарная знаешь каким событием с трагическим событием гибели там сена и еще одного гонщика ротенберг по моему австриец австриец там хотел на финише сена понять флаг австрии это очень просто очень как бы такая знаковая для формулы 1 и классическая с другой стороны да и вот что еще сказать про трассу я только родился в 2007 году и к сожалению все трассы прошлого то есть я знаю ну ладно дальше артем очень интересный вопрос кто диз поставил ну дизлайк ну наверное не я точно не я вот все что могу сказать денис мы честно говоря это кто задал вопрос денис артем написал все артем 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 кефир мы честно говоря за дизлайками не гоняемся мы их игнорируем ну поставили поставили нас веселит и смешит вот поэтому зайдите лучше на крутые каналы посмотрите сколько там дизлайка стоит типа там условных вы сами знаете кого там их буквально три-четыре канала вот вы их знаете обзорщиков гран-при да да тем более это это я считаю нормально тоже то есть тут вот на свадим момент и 8 зрителей смотрела а и а на основном канале там нет тоже хорошие у нас аудиторы на самом деле когда вернется на свой канал и думаю что вы обалдеете от количества значит товарищи которые будут нас смотреть онлайн и поэтому не удивляйтесь потом это просто временно это временно как бы такая мера которая нужна нам для того чтобы проводить наши стримы и зная с каждой тупо рассвета если уж про дизлайки заговорили то что не так вот вкратце ответить во-первых от дизлайки нормально то что у нас может сказать аудитория больше чем пол тысячи и то что у нас дизлайки стоит это вполне нормально не может быть у всех одно и одинаковое мнение чтобы лайки там стоять мы же не можем справиться вот может быть там лицо кому-то не нравится и так далее голос кому-то не нравится это дело привычки там и так далее и что еще могу сказать если уж заговорили у меня обзор грамм при астре набрал рекордное количество просмотров это сейчас я не хвастаюсь не подумайте там 1220 просмотров и набралось 5 дизлайков и чему-то удивляться то есть нужно не то поздравить с этим у него такой первый хороший результат и то что у него столько поклонников и я смотрю подписчики у него растут киометрической прогрессии фактически это молодец нужно только поддерживать таких людей которые ставят развиваются и тем более денис я так понимаю что как бы твой первый полноценный обзор гран-при был он достаточно так хорошо набрал да тем более я что хочу сказать по этому поводу у меня был обзор запоминающих гран-при но перед этим то я уже смотрел обзор вот этих всех там форму не у них шума и хера формула для всех ну и так далее а тут я уже специально не смотрел других обзорщиков чтобы не повторяться пусть я лучше ошибусь но поприкольнее ну и в принципе у вас тоже 100 просмотров набралось даже побольше принципе тоже неплохо но то что плюс то есть хоть я ничего не гордано у вас не поменьше аудитория но несмотря на это вы ролики снимаете и ролики ничем не хуже то есть все круто и нормально так дмитрий поздравил с 1000 просмотров спасибо тут дмитрий лайки вот эти все надежды спасибо вот что что нас поддерживаете ну что ж давайте теперь уже мы их проводить кстати мы будем но не больше чем час дамы как решили чтобы не утомлять и себя и других товарищ я я за немножко пройдусь ближе к концу таблицы скажу что до перес молодец но вот только перестарался он в конце салбана так бы в принципе четвертому до строл как по мне темп у него не особо по стране с пересом поэтому этой паре понятно ну и принципе розовый мерседес по уровню практически как red ball что мне не очень нравится да а что касается рик ярда он в принципе был впереди строла но вот там строл его как бы вырезал в одном повороте и этот инцидент даже по моему до сих пор расследуется я что не увидел в новостях пока что они решили давать штраф ему не давать и не знаю видел ты или нет я пока что не видел я видел что было взято на заметку то есть расследование помнишь когда вот он вынудил рик ярда за выехать до предела трассы а вспомнил что же это за эпизод да не мне кажется никакого там штрафа не будет ну мое мнение дальше у нас стос буквально давайте 15 минут 5-10 минут и вот новости я сейчас вк то есть могу зайти через телефон вот тут формула 1 спорт на рака кто вк сидит многие подписаны на эту группу и тут вот ность да вкратце прочитаю сейчас бенота сказал после гонки это худший сценарий всех возможных ну понятно то что столкновение между своими напарниками до плюс то есть понятно что гонка прошла них мягко говоря не лучшим образом логично здесь как бы комментировать особо-то ничего тогда шеркова перес был признан пилотом дня в принципе я считаю да если вот подпортил ему вот этот последний инцидент а так как бы в принципе достойно проехал а тут в записи из топорника каятов сбесила это команда этот истерика гасли во второй свободной практике свободной практике он как истерку завел на самом деле вы не смотрели второй свободной практике смотрел смотрел да он психовал там на квята я бы я видел это все но нет и как бы я честно говоря так не понял даже из-за чего тут было реветь там смысл какой тогда и плюс это как я понял гасли должен был разгонять квята но квят там ошибся и в итоге квят получается отстал от гасли а гасли мол я должен был сейчас я мог бы быстро круг провести а он там где-то потерялся то есть вот из-за чего я понял ну в принципе я не знаю мне кажется это даже квят сейчас так спокойно как и всему этому относятся они может считать сейчас самое важное вот у них кого тут есть такая прям борьба между напарниками ну или клэр феттель феттель уходит а конри киар да можно сказать латифи раз тут все понятно дюнации кими тут кими чемпион мира был ну магдусин граждан еще можно сказать а у них такая вот конкуренция и вот я не удивился так что так вот он психовал именно другому не скажешь перга сли потому что даже сейчас я считаю немного как-то даже зол на даниила хотя оказалось из-за чего из какой-то особо на практике ну правильно даниил сделать что показала значит на трассе ему хуй с ху поэтому вот надо результатами на трассе отвечать это самое важное ты еще хотел наверно новостей прочитать да то что ребята просили да я тут смотрю просто все повторять то что дождь не дождь это мы уже принципе обсудили давай про анализируем значит в каком вот я вот по результатам этой иконки в принципе все стало на свои места скажем по силе команд то есть mercedes у нас остается доминирующей силы рыбулов на втором месте дальше скорее всего это racing point потом идут макларены где-то вот около макларенов racing point а где-то ferrari мне кажется вот где-то плюс-минус обитает но мы посмотрим что будет венгрии потом идет у нас иерархии рано дальше идет альфа-таури и звукает тройничок команд это альфа-ромео хаоса вылимс вылимс хоть и улучшил свою форму но все равно 20 секунд лить предпоследней машине ну вернее раз в предпредпоследней машине рассел латифи там вместе плюс-минус шли это достаточно много в течение гонки и пока что расселу только чудом типа в монако вот но монако нету в этом году ну наверное венгрии где там тоже есть прямая где можно обогнать даже две прямых поэтому сложно будет им скакануть в очки при нормальных условиях но то что от меня поразило что два гонщика хаса обделали дживенация вот это блин меня вообще убивает то есть как бы ну райканин все таки так или иначе там как бы к нему не относиться это ближе к пенсионному возрасту и то что его хас и сделали но имеют дочери нации сделали а райканин впереди их но это для меня много чего значит вот я говорю об дживенация выгнал бы но не посреди сезона пускай докатывает но реально надо брать молодежь шварцманами там ника шумахера лучше шварцман конечно шумахера для марки маркетинговые эффекты кстати может вернуться грампли турцию все что я еще учусь прикольно вот эти все возвращения особенно и мало вот мне понравилось в принципе уже стрим провели 52 минуты можно потихоньку завершать и тут и нарезал просто когда планируете следующий стрим и скорее всего после гонки и венгрии да если там все нормально будет если не не я не денис никуда не отлучимся у нас все получится будем скорее всего вот мы смотрите вы у нас спрашиваете каждый стрим когда будет следующий стрим вот мы не сговариваясь там у нас получилось сделать стрим когда мы говорили о возвращении фернанда лонса может быть еще будет какая-то взрывная новость и мы решим сделать стрим или выпустить какой-то новый обзор но конкретно здесь как бы более-менее запланированы там нас сразу там на 70 процентов она на по скорее всего после гран-при венгрии ну позже мы видим да мне добавить нечего больше вот сейчас зайду так вам на стрим меня вопросиков больше нет так сейчас уже нет вопросов то есть последний вопрос был примерно минут 20 назад за задом ну и давай теперь будем снова подсчитывать лучшего и значит у меня иван романов 3 дмитрий флязин 2 макс жили в 2 артем кифер доме иван романов лучший это 33 мароками коммента три вопроса я сейчас побольше тут вроде как зрители было так начнем так надежда за рынка написала 5 комментариев у нас побольше так так дальше кто у нас 2 3 флязин 1 2 3 4 а 2 3 флязин 4 у меня 26 так надежда за рынку вас ни одного не написал да нет дальше идем дальше 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 мистер джиньор так 33333 у вас 2 опять так дальше получается джиньор 5 так дальше что получается у меня макс жирков раз два 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 меня макс жирков 2 а получать 4 так ладно александр 1 2 2 у вас александр ромский что-нибудь оставлял как он оставлял не умея иван романов александр ромского не было поэтому скорее всего у нас будет дмитрий флязин да у меня ты счастье ван романов я его насчитал нет нет так и у меня принят так иван вас три у меня его написал 1 2 3 3 а вас пока иван тоже три получается 6 вот нашли так еще кто у меня вроде они дышал были у меня никита сильный так никита 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 меня раз вроде даже всего 12 поэтому оластик это сильно что-нибудь вставлял у меня только один нет 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 никита сильный написал только один комментарий так дальше что у нас кто остается артем арена за рынку артем кефир 1 2 а 3 3 просто марина за рынку осмотреть что-нибудь вставляла нет и артем кефир 2 комментария меня 3 артем кефир получается оставил 5 комментариев и в итоге всех больше у нас набрал флязин и иван романов ну в общем да вот и поздравляем два победителя у нас бота с хэмильтоном на гран-при австрии 4 поэтому единственное что хотелось бы ну если хочешь поздравить то поздравим и давай маленький прогноз на и анонс на гран-при венгрии если он все-таки состоится там надеюсь что состоится я что могу сказать про лидерство ну что касается лидерства то первым мне кажется будет так а лишь хаммитон даже забыл бывает хорошо примерно вот эти все расклады понятны по расстановке силы потому что австрии это средне скоростные повороты прямые там медленные повороты венгрии потому что может быть поменяться что-то не в не в пользу racing point а например того же не в пользу рено в пользу макларена и мне кажется что ferrari выйдет на третье место не в купе конструкторов а именно в третье на третье место в калину по результатам я имею ввиду по квалификации по гонке вот так то есть racing point и макларен чуть-чуть катится назад а ferrari скорее все лучше выступит уже на гран-при венгрии то есть 5 место условно говоря по силе переместиться на третье благодаря трассе скорее всего так а вот тут у меня да в принципе и тут в чем прикол заключается написала надежда назаренко станислав радует ваше уважаю уважительное отношение к 12-летнему денису к его мнению спасибо так ну в итоге у нас что получается надежда назаренко 6 комментариев дмитрий фляжин 6 комментариев и победителя надежде хочу передать привет сказать что здесь дело не в том что я там старше и так далее здесь дело в том что намного интереснее обсуждать что-то на равных чем там не знаю привод возраст это не превосходство превосходство это наверное наше увлечение формула-1 и тот кто с большим интересом увлекается и там погружается в нее до того наверно преимущество с точки зрения возраста это кажется денис тоже когда-нибудь станет взрослым я думаю что его уважение от этого когда он будет более там моложе и сильнее по отношению ко мне будет такой же как и меня сейчас к нему мне добавить нечего всем поэтому отлично ребят ну что ж вы были на скорости f1 и f1 стелсик подписывайтесь на наши канал и ставьте лайки и подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропускать мои видео на канале скорости f1 и f1 стелсик с вами был станислав и денис всем пока 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 пока